Ученые всегда относились к экспериментам как к необходимому злу во благо науки. Однако некоторые представители ученого сообщества проводили такие эксперименты, которые выходили далеко за рамки гуманности. И в этом видео мы познакомимся с 10 самыми безумными экспериментами. Начнем с наименее кровожадных и ошеломляющих, постепенно продвигаясь к самым ужасающим опытам, которые уходят далеко за пределы понимания добра и зла. Не забываем подписаться на канал и начинаем. Психиатр Чарльз Хофлинг в доказательство теории, что людям свойственно идти на поводу у более авторитетных личностей, провел такой эксперимент. В 1966 году он обзванивал сестринские пункты и, представляясь врачом, давал распоряжение вколоть тем или иным пациентам 20 мг сильнодействующего препарата, что вдвойне превышало допустимую дозу. Все медсестры осознавали семертельную опасность такой инъекции, но их это не остановило. 21 медсестра из 22 с радостью отправилась выполнять предписание врача, с которым даже не была знакома. К счастью, никто из пациентов не пострадал, медсестер вовремя остановили. Таким образом, Хофлинг доказал, что на действие конкретного человека может повлиять авторитет более значимой личности, даже если заведомо известно, что она, эта личность, не права. Гильотина на заре своего существования была наиболее гуманным, если можно так выразиться, способом казни. Однако для французов во времена революции была невыносима мысль, что голова, отделенная от тела, еще какое-то время испытывает страдания. Впервые об этом заговорили после того, как у отрубленной головы появился румянец. Сейчас это бы легко объяснили с помощью физиологии, но несколько веков назад это событие заставило гуманистов задуматься. Исследователи проводили тесты на расширение зрачка и другие реакции головы сразу же после казни. Никто из ученых не мог сказать точно, является ли моргание и сокращение мышц рефлекторной реакции или же осознанной. К слову, даже сейчас предоставить такую информацию невозможно, так как нет возможности провести эксперимент, для него потребуется обезглавить не один десяток людей. Однако люди науки уверены, что мозг сможет жить отдельно от тела не более нескольких сотых одной секунды. В начале 20 века русский ученый-биолог Илья Иванов стал одержим гениальной по его мнению идеей скрестить человека из шимпанзе. В 20-х годах вместе со своим сыном он выехал в Глинею, где и принялся за свои опыты. На первом этапе он ввел 13 самкам примата человеческую сперму. К счастью для окружающего мира ни одна самка не забеременела. По слухам, он также пытался оплодотворить спермой шимпанзе несколько местных женщин, что привело к конфликту с местными жителями, властями и в конечном итоге собственным начальством. Иванов и сын поспешили покинуть Глинею. На родине он продолжил настойчиво убеждать правительство найти сознательных, готовых продвигать науку вперед женщин. Африканки, мол, не испытывают никакого научного энтузиазма. Найденных доброволок предполагалось оплодотворить обезьяньей спермой. Окружающие не разделяли задумок исследователя и, неожиданно, злого гения отправили ветеринарам в небольшой уезд, где он умер спустя несколько лет без денег и славы. Американский психолог Гарри Харлоу решил проверить, как протекает депрессия у обезьян еще в младенчестве отлученных от матерей. Он поселил детенышей макак в темных изолированных клетках, где они проводили все время с суррогатными матерями, специально сконструированными из проволочной сетки и махровой ткани. Эксперимент длился 10 недель. За это время маленькие обезьянки так привязались к новым мамам, что после разлуки с ними впадали в жуткую депрессию и страдали от психоза, не поддающегося лечению. Главная идея этого исследования, которая покалечила жизни невинных обезьянок, заключалась в том, что нельзя разлучать мать и младенца, иначе это может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье ребенка. В учебниках рассказывается об экспериментах академика Ивана Павлова. Он изучал условные рефлексы собак на примере работы их пищеварения. Но опыты не ограничивались животными, их ставили также и на беспризорных детях, которых было полно на улицах после гражданской войны. Для эксперимента ребенку хирургическим путем выводили проток слюной железы наружу, потом угощали разными вкусностями, отмечая, как капает слюна при виде лакомства или даже просто при упоминании о ней. Такая операция была необратима, и все подопытные всю жизнь жили с щекой, из которой капает слюна. Но как ни странно, беспризорники не только не начали бояться врачей, но еще и мечтали попасть на опыты, рассказывая друг другу, там клюковку дают, а щека с капающей слюной. Ну что ж, у многих в то время были проблемы со здоровьем и пострашнее этой. О Владимире Демихове тоже пишут в учебниках, но не в школьных, а в учебниках по трансплантологии. Уже в 20 лет он провел свой первый необычный эксперимент. Изготовил искусственное сердце и поставил его собаке вместо родного. Собака жила два часа, что было более чем неплохо для первого в мире искусственного сердца, но естественно не для собаки. Через несколько лет он пересадил собачье сердце другой собаке. Вскоре он смог полностью поменять легкие и печень. Каждая новая операция была настоящей сенсацией и приближала время рассвета трансплантологии. Но у обычной публики куда больший ажиотаж вызывает двухголовая собака Демихова. Ученый подсадил взрослой собаке голову щенка с плечами и лапами. Обе головы с удовольствием лакали молоко, а щенок постоянно пытался кусать за уши взрослую собаку. После операции собака жила в семье Демихова, но недолго. Он не сумел до конца решить проблему отторжения тканей. При этом их кровеносные и дыхательные системы были так объединены, что всю кровь, а вместе с нею питательные вещества и кислород подсаженная собака получала от собаки-носителя. Целью опыта было вовсе не выведение двухголовых животных, а разработка возможности временно подключать кровеносную систему больного человека в системе здорового и сильного, чье сердце могло бы поработать за двоих. Джон Манни был психологом, которому за помощью обратилась семья Рейнер, после того, как их восьмимесячному сыну Брюсу сделали неудачную процедуру обрезания. Врач предложил кардинальное решение – поменять ребенку пол. Доктор Манни утверждал, что социальные факторы оказывают влияние на то, кем будет воспринимать себя человек – мужчиной или женщиной. Эксперимент имел катастрофические последствия. Мальчику изменили имя – Брюс стал Брендель. Его воспитывали как девочку и давали гормональные препараты. А в подростковом возрасте юноша узнал правду о себе и встал на длинную дорогу реабилитации. Пытаясь избавиться от воспоминаний об эксперименте, он взял себе новое имя – Дэвид. Дэвид смог жениться и усыновил троих детей. Однако, когда эта история стала известна на весь мир, жена ушла из семьи. И, не справившись с депрессией, Дэвид покончил жизнь самоубийством. Император Фридрих Штауфен страстно увлекался научными экспериментами, большинство из которых отличалось особой жестокостью. Например, однажды он приказал хорошо накормить двух заключенных, после чего одного должны были отправить на охоту, а второго – спать. Все дело в том, что его крайне волновал вопрос – у кого из заключенных быстрее переварится обед? А способ ответить на этот вопрос был достаточно прост. Чуть позже нужно было выпотрошить обоих. В историю кошмарных опытов Фридрих окончательно вошел после того, как захотел узнать, каким был самый первый язык на Земле. Для этого двух младенцев сразу же после их появления на свет лишили всяческого взаимодействия с людьми. Экспериментатор полагал, когда голоса детей сформируются, язык, на котором они начнут разговаривать, будет тем, что использовали Адам и Ева. Опыт с треском провалился. Два несчастных изолированных ребенка вскоре погибли. В 1938 году перед руководителем токсикологической лаборатории Григорием Майроновским была поставлена задача – создать такие яды, которые бы имитировали смерть по естественным причинам, и чтобы их невозможно было обнаружить при вскрытии трупа. С этого момента во всех официальных документах лаборатория значилась как «Лаборатория Икс». Главными подопытными в ней были заключенные, приговоренные к высшей мере наказания. Но опыты проводились и на военнопленных, и на обычных людях, не говоря уже о других неугодных власти лицах. Лаборатория, конечно же, сумела удивить советскую власть. Ее величайшим открытием стал корбиломинхолинхлорид – К2. Как вспоминали очевидцы, после введения этого вещества в организм человека смерть наступала в течение 15 минут. И что примечательно, К2 обнаружить в организме было невозможно. Сложно даже представить, что творилось в этой лаборатории. Может, именно поэтому после участия в первых 10 экспериментах опытный сотрудник НКВД Филимонов ушел в запой, да так и не вышел из него. Затем психически не выдержали экспериментаторы Григорович и Емельянов. Они тоже нашли утешение в бутылке. А Щеголев и Щеглов, матерые сотрудники лаборатории, дружно совершили самоубийство. Были и другие чекисты, которые просто утратили всю свою работоспособность. Если вы слышали об ужасах Второй мировой войны, то, скорее всего, это рассказы о Холокосте или концлагерях фашистской Германии. И крайне редко в разговорах всплывает Япония. Японские военные в первую очередь захватывали в плен китайских граждан и десятками тысяч сгоняли их в лагеря для принудительного труда. Над китайцами издевались и ставили различные эксперименты. Никто уже не удивлялся каннибализму или кровожадным пыткам, которые царили в лагерях, но садизм, применяемый китайцам, поражал воображение. Японцы отрезали солдатам конечности, тем самым вызывая образование гангрены. Проводили хирургические опыты над людьми и самое страшное было то, что анестезия при этом не использовалась. Воплощением всех этих жестокостей в жизнь занималось японское спецподразделение отряд 731. На протяжении 12 лет он проводил испытания бактериологического оружия на живых людях. Для них было обычным делом засунуть человека в скороварку и наблюдать, выскочат у него глаза или нет. Десятки тысяч человек пострадали от жестокости местных потрошителей. Однако самое поразительное в этой истории произошло уже после войны, когда правительство США в обмен на результаты экспериментов спустило все с рук так называемым ученым, ответственным за бесчеловечные убийства. Возникает резонный вопрос. Какие еще опыты, уходящие далеко за пределы понимания добра и зла, будут проведены? Стоит ли наука человеческой жизни? Да и страшно представить, о каких экспериментах правительства стран мира все еще умалчивали.